Вот перед вами фото, и на ней Куко Шанель. Она смотрит не на вас, а куда-то вдаль. Такая она была и в жизни, независимая и свободолюбивая. Она открыла миру маленькое черное платье, духи Шанель номер 5, видовый костюм и короткие стрижки. Отец сдал ее в приют после смерти матери, и она осталась совсем одна со свиньей младшей сестренкой. Куко ненавидела приютскую форму, поэтому и стала одной из законодательниц моды. Но обо всем по порядку. Куко в 12-летнем возрасте лишилась матери. Она умерла от астмы, вследствие чего отец девочек сдал их в католический приют, в монастырь. Судя по всему, другого выбора у него не было. В приюте Куко научилась шить и всегда отличалась от своих сверстников своей изумительной чувствительностью к стилю. В 18 лет она покинула приют, устроилась работать помощницей в трикотажную лавку. В свободное время по вечерам она пела для офицеров в концертном зале, где и получила прозвище «На всю жизнь Куко» за исполнение шуточной песенки под названием «Куко». В 1908 году Куко познакомилась с молодым англичанином Артуром Кейпилом по прозвищу «Бой». Бывалый сердцеед к нее влюбился, и она ответила ему взаимностью. Кейпил посоветовал девушке открыть собственный магазин шляпок и обещал помочь финансово. Он обеспечил ее всем необходимым для начала бизнеса. И через пару лет в Париже появилось ателье со смелым названием «Мода Шанель». Первое произведение Шанель – «Минималистическая шляпа-котелок» покорило сердце парижских модниц. Однажды Габриэль Шанель, терзаясь сомнениями по поводу будущности своего романа с Боем Кейпилом, в гневе отрезала свои роскошные косы и вдруг поняла, что ей очень к лицу короткие волосы, которые не закрывают длинную шею. И вот весной в 1917 году с легкой руки Габриэль в моду мгновенно ходит новая прическа. Популярная газета «Журнал» сообщает о том, что случился настоящий переворот, и тенденция носить короткие спешки распространилась среди женщин в какие-то несколько дней. В 1950-е и 60-е годы Ку-Ку активно сотрудничает с голливудскими студиями и одевает таких звезд, как Одри Хейберн и Лист Тейлор. Ку-Ку Шанель работала до последних дней своей жизни. Умерла на возрасте 88 лет в отеле, который находится напротив знаменитого дома Шанель. Если бы она была жива, то в этом году, 19 августа, ей бы исполнилось 140 лет.